всем привет сегодня у нас очередной обзор на некраса решил сделать вам полностью всю линейку чтобы вы уже знали какого стоит прокачивать если вы уже решили на него донатить и смогли выбрать оптимальный вариант для себя обзор у нас будет на некраса с коркой это чисто накрас собран на дебаф то есть он как череп очень хорошо понижает энергию плюс у него стоит дополнительно дракон который еще 50 единиц понижает в итоге мы имеем 100 единиц это очень много снаряжение стоит победный выпад плюс 25 урона отражалка уклонения стоят в созвездиях рунами я поставил ему утекание чтобы он себя немножко отхилировал плюс в кубке стоит обычно он у меня стоит с рунами психо щита так где его можно использовать я использую его на пвп локациях очень часто также его использую в королевской битве так как я убрала нубиса с коркой то мне помогает некрас с коркой отстаивать алтари и отнимать их если вдруг там у меня кто-то его заберет специально ослабил защиту чтобы вы посмотрели как такой некрас будет стоять против пачки и снимать энергию противника можно использовать на арене можно использовать забытой битве принципе во всех по локациях он будет довольно неплохо стоять против противников но минус у него очень мало защиты поэтому ему нужно в кубок ставить качать уклонения чтобы он подольше жил если он включится уже и будет дополнительно отхил у вас стопроцентный вариант что вы просто затащите урона у него по сравнению там с бывашным либо с бастионным немного как видите у нас он проседает и довольно таки хорошо проседает для того чтобы он себя показал во всей красоте ему нужен конечно вырожай и питомцы на отхил вот он не дал горгулу зарядиться возможно мы сейчас не мы не успеем подбежать хранить он его просто снесет ладно еще поищем где-то такую расстановку чтобы они все были рядом в паре с выражаем там горгулом питомцами на отхил очень круто смотрится сейчас я вам покажу его королевской битве ну как видите урона у него не очень много от 100 тысяч до 200 это максимум так ну-ка дойдет вот смотрим на шкалу энергия у анубиса он просто не может зарядиться помимо того что ему некрас понижает свои корка ему еще избивают вот он только включился дракон 50 единиц энергии то есть герой очень хорош именно в случаях когда вам сложно прийти противника там тоже стоят на красы не понятно под что заточены они вас там шатают убивают именно такое вам поможет бить алтарь либо в забытой битве можно поставить ему также рунами утекания по питомцам можно использовать как дракончика можно использовать а ангела слона чем больше он будет уворачиваться тем дольше он будет жить если даже по нему попадут то сработает корка в общем герой очень хороший пвп единственный минус это то что он имеет мало защиты давайте посмотрим на кого-то топа в рейде попробуем напасть на него так как бы нам тут кого-то вытащить давайте попробуем вот видите как просел сразу моментально причем бьет по вражескому некрасу урона практически не наносит он вблизи хорош то есть по сравнению с каменной кожи если вы смотрели обзор не настолько он имбовый давайте попробуем сейчас поставим ему ангела если успеем посмотрим насколько он будет дольше стоять вместе с ангелком так ратушу снес ну смотрите как жестко жестко 300 скорее всего бывашный вот так вот просел сразу же так ну вот опять же минус на краса он может упереться в одного героя и все и вы ничего не сможете сделать так давайте я сейчас всего одену пойдем алтарь отобьем так если вы смотрели предыдущих которых я тестировал мы вот этот алтарь сегодня проблемно отбивали сейчас увидите как вражеские герои просто не смогут нормально заряжаться вот вражеский некрас практически не бьет даже можно его также поставить меч молнии для уклонения еще лучше будет стоять ну вот о чем я говорил чем больше противника его бьют тем больше шанс что с ними только вот энергию плюс дополнительно дракончик который массово бьет и снимает также энергию мы просто без проблем отбираем алтарь по шкале вражеского на краса видно он намного меньше бьет мы двоих героев уже слили можно его еще и поставить даже в этот глаз города чтобы была повышена точность и и мог наложить молчание какой-то не убиваемый там анубис кто там еще есть анубис рина по моим ну вот видите если у вас в пачке нету выражая вам на алтарях делать нечего так бьют вот видите он опять же бьет вражеского на краса вместо того чтобы быть бить по центру так на краса слили но тут даже не знаю успеем мы или не успеем наверное даже не успеем но как видите благодаря ему герои не проседают практически потому что вражеские не могут нормально набрать энергию использовать свои таланты так давайте немножко поменяем сделаем вот так еще разок нападем видите поменял немножко расстановку и все сейчас мы его сольют он меня просто даже без без ремки решил попробовать на выражая воодушевление рунами и в очередной раз доказал что воодушевление не катит рунами только она хорошо когда она вкачана талантом особенно у ворожая в принципе в других тоже смотрите сейчас мы поставим немножко поменяем поставим другого вот ему даже можно поставить оживу рунами а там вы оживу рунами уже не поставить и тут сейчас будет очень быстрый набор энергии это будет очень заметно вот его ударил мой сразу ударил смотрите на энергию моего видите хоть у меня и герои проседают но зато она восполняет восполняется очень быстро даже если его убьют так как у него защиты сейчас меньше он все равно сможет резкнуться и дальше помогать моим героям а вот с остальными талантами если воодушевление рунами это не будет видите даже с одной стороны интересная пачка у противника потому что все герои бьют по-разному у меня получается у него там скорее всего с коркой стоит она без либо рину тоже не особо набирают энергию и у него тоже не особо набирают энергию плюс уклонение но благодаря тому что стоит воодушевление можно кстати анубиса сюда с воодушевлением поставить одного слили смотрю стрелка уже вражеского слили так осталось рину слить намного лучше смотрится с воодушевлением чем с огненной защитой даже ну мы конечно немножко увлекся отошел эту тему мы тестируем накрас и скоркой если бы тут стоял другой накрас было бы более проблемно так этот накрас именно помогает убрать энергию у врагов живучий живучий ад ничего не скажешь по накачивали себе эти времени 3 минут даже не хватает чтобы убить потому что сейчас герои такой уже прокачки что там очень сложно если там уклонения стоят таланты стоят топовые чары топовые стоят очень сложно воевать рано или поздно у всех такие будут герои там прокачаны вопрос только времени ну и конечно доната эти даже не успеваю просто не успеваю убить сейчас мы поменяем но и меня тоже не могу слить видите у меня все мои герои бьют по вражескому накрасу это очень плохо потому что они не обезвреживают героев противника ну вот мы поменяли немножко местами героев и как видите ворожай уже проседает тоже к нему уже рино достает а сейчас если вражеский ворожай сольется это все сейчас пойдем потестируем его на арене покажу как он будет справляться против очки героев в принципе все на волнах вы и так уже видели некраса на остальных локациях тоже такой сборки если он у вас упадет там с коркой либо выпадет корка можно смело ставить на битве гильдий на нем на защите тоже очень много у меня сливались на арене он может сам против пачки свободно стоять если у вас будет ворожай в команде которая его подхилит вот тут без проблем мы должны сейчас затащить да видите просто поменяли местами немножко героев выражай вражеский не успевает зарядиться просто не успевает тоже в принципе не особо успеваем потому что там и рену и анубис тоже мешают да что ж там такое то добить уже этого выражая да с выходом ворожая выражая игра намного интереснее стало у всех появилась намного больше проблем как прохождение битве гильдии таких прохождение любой локации где есть выражая у противника опять сейчас да это жесть просто сейчас мы сделаем немножко по-другому то о чем я говорил реально алтари без героев скоркой очень сложно отбивать даже в топе вот бывают такие вот нюансы что тебе просто не хватает и именно вот таких случаях помогают герои скоркой поэтому если у кого-то выпадает корка не спешите и кому-то там допу ставить дрейку ставить есть герои которые реально очень круто помогают вот так вот получше думаю будет вот максимальный дебаффер плюс выражает дебаффер видите совсем другая разница просто меняешь один артефакт все поэтому для каждой ситуации и руны артефакты и все должно быть сейчас будет попадать просто чаще снимать защиту плюс можно наложить молчание сразу же под молчанкой можно его слить анубиса хотя я думаю он тут и так не достоит так есть давайте побежим на арену это у нас немножко не тут хранитель не успевает зарядиться никак без проблем так понятно ищем следующего так против нас там череп купит он но тут могут слить хотя не должны в принципе вот как видите череп хранитель раз не смогли ничего сделать ставите на него меч молнии плюс слоника и он будет у вас целую пачку держать она ему ничего не сможет сделать единственное что там будут хорошо прокачанную точность давайте еще раз попробуем на вот этого напасть так он слабенький вот хорошая пачка вальтор медуза ну сможете что-то сделать да проседает проседает на видите слили давайте еще разок вооружай да тут конечно против такой пачки без отхила сложно будет но опять же видите сами не дает просто зарядиться не дает было бы у нас еще немножко больше отхила можем сейчас ради интереса еще раз нападем поставим вот сюда выражая вот выражаем без проблем вот и все ладно будем заканчивать себе что хотел то вам показал вот так вот такой вот герой кому интересно можете прокачать в принципе не пожалеете есть конечно получше сборки его но скорка именно для этих локаций которые я вам показал он будет топчиком все ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока